на самом деле мы сейчас просто берем пытаемся записать видео но вот так это и работает кто-то понимает кто-то не понимает иногда мы говорим одно и то же слово и друга все равно не понимаем давайте разбираться как мы говорим зачем мы говорим что мы говорим и вообще надо ли так с вами заморачиваться добрый день здравствуйте меня зовут мойша и мы с вами будем некоторое время говорить об очень интересной теме сегодня мы купами с вами поговорим о словах что такое слова мы все что-то как-то кому-то зачем-то говорим но действительности мы понимаем ли то что мы говорим это очень интересный момент давайте разбираться самого начала человечество в принципе можно определить как совокупность людей обладающих даром речи то есть это нами наша самая фишка мы с вами разговариваем традиционной природы насколько вам всем известно делится на четыре класса флора фауна животные не собственно человек научное определение человек это homo sapiens на мой взгляд и на взгляд многих многих раввинов и многих ученых на сегодняшний день это не совсем точное определение почему что такое sapiens это разумный человек сегодня мы с вами знаем что есть огромное количество животных которые тоже имеет свойства мыслить дельфины и обезьяны и в конце-то концов если мы с вами говорим что человек разумный давайте честно порой мы совершаем поступки не такие уж и разумные не такие уж правильные поэтому наверное более бы верно можно было бы на сегодняшний день определить человека как ну назовем это красивым словом homo gorillus то есть человек говорливый наша с вами речь это то что нас выделяет с вами из общей массы всех живых существ на сегодняшний день даже дело не в том что мы с вами можем общаться общаться могут все животные каким-то образом но даже пчелы передают другу сигналы куда им полететь что он собирает мед не собирать мед что же такое слова для нас тогда если это не общение животные когда они общаются между собой не передают некие сигналы а нас ждет опасность полетели туда как я уже сказал давай значит собирать давай раздавать защищаться нападать человек же описывает свои эмоции словами это еще одно конкретное отличие на со всех животных я тебя люблю это эмоции я описываю это я тебя ненавижу это эмоции описываю эту нас нет такого что я тебя люблю передал я тебя ненавижу передал нет мы выражаем свое эмоциональное что-то что-то что находится у нас внизу нашему в нас изнутри в книге бытия и либо решит как она согласно еврейской традиции называется самые первые книги из пяти книжек торы описывается такой момент как собственного творения этого мира всевышним и тот момент когда всевышний решает сотворить мир он обращается к ангелам рассказывать им о своем намерении так описывается в другой книге мидра шраба что и когда ангелы собственно прослушали всю историю которую искал всевышний и все весь его замысл они немножко удивились почему потому что для них было непонятно зачем соединять что-то духовное с чем-то земным чем-то обычным чем-то обыденным чем-то не духовным всевышний сотворил мир все хорошо насколько вы знаете и вот по окончании этого процесса всевышний снова обращается к ангелам и спрашивает их уважаемые ангелы хотите ли вы можете ли вы сейчас назвать каждый из тех предметов которые я создал в этом мироздании дайте ему название мы же не можем просто так смотреть на это нужно как-то идентифицировать и ангелы сказали нет мы не умеем мы не можем и тут всевышний показал свое самое величайшее творение человека он позвал адама поставил адама и перед адамом прошли все все животные и адам назвал каждое из этих животных каждое из деревьев которые он видел каждый кустик который он видел назвал определенным словом определенным понятием и в том числе он назвал себя адамом назвал свою супругу хавой и он назвал всевышнего всевышним ангелы это сделать не смогли в чем здесь смог смог здесь том что не то что вдруг у адама появлялась фантазия он смог назвать каждое конкретное существо каким-то словом нет он смог осмыслить и дать конкретное понятие каждому из тех существ каждому из тех растений который он который он увидел он придумал слова некоторые из нас этим придумыванием если так можно сказать занимается обычно с 2 до 5 лет а некоторые продолжают заниматься этим еще долгое долгое время и после этого слова появляются из тех глубин сознания где каждый из нас с вами в какой-то мере творец на начальном этапе у нас есть какая-то с вами мысль мы не можем ее воплотить в слова что-то вертится о чем-то мы с вами подумали какой-то эмоции или о каком-то предмете о каком-то действии который мы хотим совершить но это не слово это просто нечто хаосное что-то происходит у нас голове затем когда мы осмысленно уже более-менее понимаем что из этого быть будет вытекать мы называем это мы даем этому слова мы придумываем этому слову иногда это слово может собственно почему она выглядит таким образом далее звучит таким образом потому что мы с вами жену живем в каком-то социуме в культурном социуме либо же это за может зависеть от самого человека потому что его воспитание нас ему его подталкивает на придумывание этого слова поэтому я мойша может быть стол бы свое время назвал бы не столом не столом простите подставкой для еды но для другого нормального человека более нормального чем я он глядя на этот предмет подумывает что ну как на этом предмете можно только есть на нем еще можно писать надо дать ему какое-то другое название о я назову назову это назову эту вещь стол то есть я мойша называю это подставкой для еды потому что я я только на есть другой человек который это назовет столом потому что на этом можно не только кушать слово можно сравнить с лошади что я имею ввиду лошадь сильнее человека быстрее человека и чтобы управлять лошадью нужно сесть на нее и и заставить подчиняться то есть по большому счету лошадь может натворить всяких бед и она не обязательно да что она пойдет туда куда вы хотите вам нужно приучить ее к этому то же самое работает с нашими словами слово оно может пойти куда угодно обидеть кого угодно похвалить кого-то угодно но мы должны знать когда кому и о чем мы говорим и тогда слово будет работать так как мы с вами хотим существует много уровня связь между самой мысли как я уже сказал и процессом выдачи это весь весь всю эту мысль в слова она очень длинная на очень огромная и как я уже до этого сказал она многогранная и всех на идет по-разному от чего это зависит я бы хочу просто на этом сделать еще один акцент от раздражителей если так можно их назвать окружающего вас мира то как они на вас действует это то как вы будете говорить но есть еще один интереснейший момент который тоже отличает нас сами друг от друга и собственно как людей от других животных это словарный запас у меня он такой у моего друга он другой этот отличие мы общаемся вроде как бы одними темы же словами и даже порой что самое интересное я могу не использовать какое-то данное конкретное слово в своем своей речи но он это слово использует и при всем при этом да я его понимаю и он понимает меня также наоборот в древности чтобы даже понимали существовал от вот существовала такая идея конечно она очень глупо но есть такое высказывание что душа она полна слов и бы существовала такая идея в древности что человека у каждого человека конкретно есть определенное количество слов которые он может сказать течение жизни и когда у него это эти слова заканчиваются то есть его словарный запас уже в другом смысле да он истекает и человек умирает мы очень часто пользуемся словами но зачастую забываем какую силу они имеют обратите внимание что я сейчас по крайней мере я стараюсь говорить немножко медленнее чем я до этого говорил почему я сейчас говорю медленнее потому что я хочу воплотить в то что сейчас я скажу свою мысль и иногда я думаю что с каждым из вас это бывало у вас просто не хватает слов это не говорит о том что наш словарный запас маленький нет у нас может быть огромный словарный запас но те эмоции которые в данный момент мы с вами переживаем у нас просто мы не знаем как их выразить мы не представляем что с нами происходит наши слова порой которые мы до знаем и вроде как можно было бы сейчас использовать они не опишут до конца те то чего сейчас с нами происходит внутри и это интересный момент почему потому что иногда не мне вам рассказывать порой одно и то же слово можно использовать по-разному то что даже далеко ходить не надо иногда мужчины и женщины говоря одно и то же слово используя одно и то же слово имеет абсолютно разный смысл например когда мужчина говорит что ему все равно что он хочет на ужин и жена его все равно спрашивает после этого ты хочешь котлеты или ты хочешь сосиски и мужчины говорит что ему все равно что мужчина в этот момент имеет ввиду что ему действительно все равно не ему не важно будут ли это котлеты будут ли это сосиски если вы спросите у женщины дорогая что ты сейчас хочешь сегодня на ужин котлеты либо фуа-гра она тебе скажет мне все равно подразумевая о том что ты как ее муж на самом деле знает что она больше всего любит фуа-гра и ты наверное его приготовишь еще раз в чем разница когда мужчина говорит что ему все равно это правда все равно когда женщина говорит что я все равно это тоже правда все равно но мысль иная мы используем одни и те же слова но подразумеваем немножечко разные вещи иногда взаимное недопонимание происходит из-за каких-то культурных культурных отличий неизменно то что мы пользуемся вроде как бы одними те же словами толеран известный интригант и французский политик говорил очень интересную фразу речь была дана человеку чтобы скрывать свои мысли чаще же люди лгут все-таки неосознанно ну или полуосознанно но иногда мы когда говорим мы не договариваем слова на самом деле порой не передает всех оттенков которые бы мы хотели чтобы она до нам объяснила слова бывают разные пустые наполненные смыслом без смысла есть и слова которые мы с вами очень часто зло употребляем но из таких слов слова любовь мы любим поесть мы любим поспать мы любим человека мы любим родителей мы любим страну согласитесь есть разница между тем как мы любим поспать между тем как мы любим своих родителей те эмоции в которые мы используем как потому что им своими родителями к своей папе с мамой это не те эмоции которые мы с вами вкладываем слова любовь когда мы говорим что я люблю поспать это абсолютно понятная вещь каждому но кто-то когда-то придумал слово любовь и она означало конкретная конкретную вещь сегодня же мы с вами использовали слово любить по всем местам идея это в том что представьте себе маленький ребенок которому три года что он любит он любит игрушки и он действительно настолько сильно любит что для него это в данный момент страсть просто слов мне не хватает когда этот ребенок вырастает и ты ему напоминаешь смотри видишь маленькая юла эту маленькую елу эту маленькую игрушку ты любил ты спать без нее не мог он смотрит на эту елу начинает думать серьезно это же кусок металла который крутится в нем даже нет ничего хитрого я это любил почему он так думает потому что на сегодняшний день когда ему даже 15 лет он любит другое он любит посмотреть кино такое то он любит поспать как я уже неоднократно говорил любовь меняется слова осталось осталось одно и то же но наполнение этого слова изменилась абсолютно есть еще один интересный момент все больше и больше в нашу речь проникают такие слова как жаргонные слова жаргон на самом деле что такое жаргон филологи определяют это своими словами грубо говоря как что есть какие-то понятия которые в определенном кругу передают определенный смысл если это понятие этот жаргон выйдет из этого определенного круга то туда куда он уйдет и те люди которые не находятся в этом определенном кругу могут понять его не так я вам приведу пример даже два примера первый пример музыкальный знаете ли вы что такое бемоль музыкальной среде бемоль это знак понижающий на полтона понижение то есть минус жаргон бемоль именно жаргон вышел из круга музыкантов уже давно и когда кто-то другого говорит и встречает например один другого встречает и у него 2 вырос животик он ему говорит ой какой у тебя бемоль что в этот момент первый говорит второму он намекает на то что сейчас он поправился внимание бемоль это знак понижения то есть уменьшение но значок бемоль если посмотреть как он пишется то это действительно как будто бы человек стоит в профиль у него животик что из этого может получиться очень простая вещь тот кто никогда не изучал музыку тот кто никогда не слышал и не видел как выглядит бемоль на самом деле может подумать что бемоль это знак увеличения что конкретно абсолютно не так это первый пример второй пример языковой простите меня дорогие мои друзья но я расскажу об этом тоже в русском языке существует жаргон слова фраер что такое фраер фраер бывает много если вы загляните в в википедию куда угодно есть огромное количество фраеров но в принципе первое что нам приходит на ум когда мы говорим фраер это человек какой-то такой то что называется извините меня опять же за жаргон понтовый да он какой-то крутой у него есть там не знаю за собой хоть что-то на какие-то деньги у него хорошая машина фраер слово и слова фраер на иврите означает точности да наоборот фраер на иврите это практически чудак либо дурачок что из этого вытекает я когда впервые в жизни разговаривал с израильтянином на более менее хоть каком-то там но еще на корявом иврите и он мне рассказывал про кого-то и говорил но этот фраер что-то там какое-то продолжение я тогда подумал что этот этот молодой человек про которому вели в тот момент беседу он крутой а мой собеседник используя то же самое слово имел ввиду точности наоборот что этот парень не крутой и как минимум вообще не крутой к чему я все это веду на сегодняшний день во всем мире очень часто мы с вами используем жаргоны опять же не блатные жаргоны да как я вам до этого рассказывал а просто жаргоны то есть слова из определенного круга из капельного круга который мы с вами ну не знаем на самом деле что они под собой какое значение они имеют то есть сегодня очень популярно опять же ввести понятие в нашу речь из психологии то есть например раньше человек любил а теперь он испытывает чувства раньше когда ты ненавидел теперь ты испытываешь негативные эмоции или же когда например у тебя есть какие-то проблемы раньше договорил слушай вася у меня есть реальные проблемы там я стесняюсь выходить на сцену теперь же это называется умным языком у меня есть комплекс находиться на сцене когда на меня смотрят тысячу глаз в действительности на самом-то деле любовь стеснение проблем проблемы это испокон веков понятные всем вещи и понятные слова мы с детства знаем эти слова мы знаем что такое страх мы знаем что такое проблемное опять как я сказал да проблемы там с учебы мы знаем что это такое так зачем же мы используем какие-то там двоюродных братьев марк твен критикую своего коллегу однажды вывер значит придумал выделил таких 18 правил которые нельзя было нарушить если ты что-то пишешь какое-то произведение и вот его нам значит друг он нарушил одно из этих правил это правило звучит следующим образом послушать внимательно используйте нужное слово они его ближайшего собрата то есть как бы вроде как бы собрат вроде как брат вроде как бы одно и то же но не это не одно и то же вы придумываете вы что-то додумываете не нужно этого делать есть четкие понятные слова и с них нужно начинать и ими необходимо пользоваться если вы находитесь как я уже неоднократно сказал какой-то профессиональной среде где этот жаргон используется и все в этой среде знают что этот жаргон означает говорите но если нет зачем то есть как еще раз вам уже до этого сказал это двоюродные братья это двоюродные братья тех слов которые действительности вам понятны и знакомы и очень часто мы попадаем в эту ловушку то есть мы не знаем что на самом деле это за понятие которое этим словом описывается и мы начинаем его использовать используем в нужной с нами среде в ненужной среде и получается так что мы с вами сами себя загоняем в ловушку что сейчас мы уже даже не можем выпутаться то есть мы хотели с вами показаться умными а теперь мы показываемся глупыми что происходит просто потому что мы не знаем точное значение слов которые мы с вами сейчас только что произнесли звучит так на самом деле я с вами все это как-то обсуждаю говорю говорю что вы можете на самом деле мне ответить ну что такого страшного но хорошо придет человек в википедии вычитает что означает данное слово и будет вы использовать верно здесь все-таки определенная опасность когда мы с вами используем эти жаргоны эти подменные слова или двоюродные братья то наш образ мышление тоже меняется что же здесь страшно опять просто до этого были простым обычным парнем который знал что такое слово ненависть теперь вы заменяете это слово негативными эмоциями вас начинает создаваться внутри впечатление что вы ну дай бог чтобы так и было конечно вы более умный чем вы были еще вчера но на самом-то деле нет вы такой же и вы уже хороший не надо себя себя менять вы такой же как вы были вчера просто вы со слова ненависть перешли на негативные эмоции опять же по ним не понимая до конца что такое в психологии в данном случае обозначаются негативными эмоциями есть еще один очень интересный эксперимент известной книге джорджа орелла под названием 1984 он описывает очень интересный момент он показывает как если убрать из лексикона людей некоторые слова то они перестают мыслить на темы этих слов и более того иногда он описывает в эти книги что можно взять слова и подменить понятия то есть добро теперь будет означать зло и наоборот и человек так будет думать и будет использовать его и что самое интересное что это его меняет абсолютно меняет на корню а те слова которые убрали из его лексикона он даже не PW не божье ни даже не будет думать про эти про эти про эти истории если брать из его лексикона вещь как самолет если он никогда и не увидел не услышал то может быть может быть я не уверен может быть он даже не будет думать таком понятие как летать он будет видеть на птиц которые на летают на небе и умы это этого будет достаточно. Но если ему ввести слово в самолет, и тогда ему расскажут, что это, и как оно работает хотя бы в каких-то там, в общих чертах, то он начнет об этом думать еще чаще, 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 чаще. Я вам приведу аналогии с другой области. Сегодня очень популярно правильное питание, органика, неорганика. И смотрите, в принципе, по идее, можно было бы сделать так, чтобы не убивать свой организм, не обязательно пережевывать, добывать пищу. Сегодня медицина настолько развита, что вы могли бы прийти в какой-то медицинский центр, сесть в кресло, вам вкалывают необходимые для вас питательные вещества, витамины, белки, жиры, углеводы, все, 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 и вы продолжаете жить. Желудку как бы нечем заниматься, да, нечего переваривать, организм живет. И вы сто процентов уверены в том, что сейчас находится в вашем организме, это то, что вам необходимо. Но что мы здесь теряем? Давайте честно, откровенно скажем, все из нас любят с вами поесть. Момент приема пищи, он классный. Мы любим вкусную еду. Некоторые даже любят не то, что даже вкусно поесть, а им нравится с кем-то это делать. Людям нравятся семейные обеды, семейные ужины, просто пойти в кафе перекусить блинчиков своим другом или подругой. Да, то есть мы как бы убиваем двух зайцев, мы общаемся, плюс мы принимаем пищу, которая нам помогает жить. Если мы этот момент с вами уберем, то есть просто мы будем приходить в медицинские центры, нам будут вкалывать все необходимое, нас это изменит. Есть огромное количество фантастических фильмов, которые сняты уже на подобные темы, и не мне с вами об этом вам это рассказывать. Нас это изменит. То же самое происходит со словами. У нас есть точные слова, которые передают точные эмоции. В тот момент, когда мы с вами их не используем, а используем их какие-то там похожие слова, синонимы, это не страшно, но это нас с вами меняет. Меняет не так, как нас с вами создала природа, и не так, как с нами, нас с вами задумал Всевышний. Но к сожалению или к радости, проблемы возникают не только с синонимами, но и с самими этими простыми словами, про которые мы с вами уже много-много толкуем. Простое слово иногда, на первый взгляд, не такое уж и простое. Давайте вспомним про слово любовь. Любить. Очень простое, как я уже сказал, мы его используем часто. Девочка, которая гадает на лепестке. Любит, не любит, любит, не любит, любит, не любит. Что в этот момент происходит с ней? Что она переживает? Какие чувства она переживает? Она может говорить про какого-то мальчика, который ей понравился. Она может просто срывать листочек, но она использует одно и то же слово. Когда она вырастает, помните, как я в самом начале с вами об этом беседовал. Когда она вырастает, она будет складывать в это слово абсолютно другое значение. Я люблю, я ненавижу, я горжусь, я испытываю какие-то любые другие эмоции. Все, что угодно, что вам сейчас приходит на ум, мы порой не до конца с вами докапываемся до значения этого слова. И это может нас с вами изменить, как я уже до этого сказал. То есть нас могут изменить все вещи. И синонимы слова правильного, которое мы всегда можем использовать. И само вот это простое слово, которое нам окажется с вами простым. К чему я это все веду? Нам нужно четко понимать, что мы говорим, смысл каждого конкретного слова. И тогда оно будет не то, что не будет нас менять, оно нам будет помогать становиться лучше. В пьесе Мольера «Мещанин во дворянстве» главный герой произносит честное слово. Я и не подозревал, что вот уже более 40 лет говорит прозой. Это действительно так. Когда мы с вами рассуждаем о Боге, о религии, о каких-то духовных вещах, мы используем порой такие термины, что сами даже не подозреваем, что они означают. Но когда нам кто-то их объясняет, мы можем прийти в шок. Почему? Потому что мы не докапывались. Мы произносили умные слова, простые слова, но умные, которые якобы нам в тот момент оказались действительно подходящими. Но когда мы докопаемся до смысла этого слова, мы возгордимся и ставим действительно другими людьми. А теперь давайте вернемся к самому началу нашего с вами диалога. Помните, когда я вам рассказывал о сотворении мира и о том, как Адам называл всю природу, которая вокруг него и животных, собственно, назвал себя и свою жену и Всевышнего, там и есть интересный момент. Когда Всевышний отделил Адама от Хавы, от Евы, написана следующая строчка. Кость от кости моей, плоть от плоти моей. Они отделяются. Представляете, что происходит? Они впервые видят друг друга и они начинают что? Общаться. Общаться простыми словами. Мы не знаем, на каком языке точно они говорили, но я и мои коллеги точно уверены, что Адам понимал Хаву и Хава понимала Адама на сто процентов каждое слово, которое они произносили в тот момент. Потому что если Адам говорил «я тебя люблю», он действительно любил и он знал, что он складывает в это слово. И Хава понимала этот смысл. Это прекрасно, дамы и господа. Слова и то, как мы их понимаем. Главное, чтобы мы их понимали правильно. И тогда мы будем понимать друг друга во всех аспектах.